С сегодняшнего дня палаты Строгановой затопили. И войти внутрь можно с помощью вот таких вот черевичек. Поэтому снимаем кроссовки и надеваем резиновые сапоги. И вперед музей, прямо по луже. Аккуратненько придерживаемся и заходим внутрь. К счастью, такого количества воды внутри самих палат нет. Вода лишь в одном помещении на первом этаже, в Каретной. Она обычно используется для праздников и конференций. Пол в этой комнате словно плавает. Однако воды совсем немного, лишь небольшие лужи. Из-за паводка про режим самоизоляции сотрудникам музея пришлось забыть. Когда вошли в здание, обнаружили, что и в офисном помещении, и в фондохранении все сухо. Вода туда не зашла. Но, тем не менее, мы приняли меры. Все ценные вещи, все ценные фондовые вещи, все подняли повыше. Что-то обернули пленками. Но, тем не менее, все с пола, с нижних полок, все перенесли. С другого торца здания мастерская в это помещение, как и в Каретную, вход через большую лужу. Но внутри все сухо. Вода начала подбираться к историко-культурному комплексу Старого Уссолья еще в выходные. Уже вчера были затоплены пирсы, часть двора, палат строганы в их конюшне и подходы к другим историческим постройкам. В том числе к Никольской церкви. Чтобы следить за ситуацией, сегодня в Уссолье приехали сотрудники МЧС. Как пояснили в администрации города, уровень воды в Каме стабилизировался. Уровень воды в Верховьях Камы, соответственно, и вишеры начинает снижаться. Соответственно, будем надеяться, что в ближайшие сутки-двое уровень потихонечку и на нашей территории воды начнет спадать. Однако территория Старого Уссолья не единственное затопленное место. В эти выходные в социальных сетях появились фото, где вода заполнила участки в Чкалово. В администрацию утверждают, тут дело не только в одной реке Каме. В этом районе высокий уровень грунтовых вод. Ну а с повышением уровня воды в реке Каме и Зырянка уровень грунтовых вод, соответственно, начинает подниматься. В связи с этим и произошло подтопление. Задают вопросы в отношении дороги на поселок Чкалово. В настоящий момент они затоплены, но там находятся, будем так говорить, в двух районах небольшие лужи. По словам специалистов, в этом году уровень воды в реке Каме достиг рекордной отметки за последние 10 лет – 109,83 метра. Как говорят в Управлении гражданской защиты, жителям пострадавших от паводка было предложено маневренное жилье. Но туда так никто и не согласился переехать. Теперь люди ждут, когда вода спадет естественным образом. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости Верхниками.